Всепермский потоп. Грозовой ливень, накрывший краевую столицу, создал немалые проблемы в жизни города. Многие улицы потопило, люди добирались до дома едва ли не по колено в воде. Обзор следов про бушевавшие стихии в репортаже Евгения Гуляева. Гроза длилась около часа. Вспышки молний, раскаты грома и мощный ливень. Все это запечатлели вооруженные различными гаджетами горожане. Видеоролики полноводной реки устремились в интернет. Объем выпавших осадков впечатляет. Люди, идущие вброд, автобусы и автомобили, бороздящие глубокие лужи. Но не все транспортные средства оказались способны форсировать образовавшиеся водные преграды. Около фабрики Гознак впечатляющая картина. Бурный поток воды по кавалерийской сметает все на своем пути. А вот самое видимое последствия вчерашней грозы и дождя, как вы сами можете видеть. 30-метровый участок стены у Гознака развалился. Подмыло основание ливневыми осадками. Кирпичная кладка не выдержала. Шоссе космонавтов, улицы Мира, Чайковского, Ленина и другие больше напоминали русло рек. К слову, такие наводнения для перми не редкость. Ежегодно они случаются по несколько раз за летом. У жителей города есть своя версия. Неправильное водоотведение. И никогда не чистят канализационные стоки. Нет сливов? То есть вообще нет? Или все-таки есть? Нет, они где-то есть, а где-то их нет. Где-то есть, но на этой улице их нет. Ливневая канализация. Ее забитость. Забитость не отсутствует? Она есть, но я так понимаю, что она просто не обслуживается надлежащим образом. В управлении внешнего благоустройства перми пояснили, такие ливни дают возможность проверить, где подрядчики лучше чистят ливневку, а где хуже. К примеру, на Советской и на Ленина появились и недоработки. Но в целом система водоотведения в нормативном состоянии, говорят в городской администрации. Идут работы по ее модернизации. Факты показывают, что в течение 15 минут на любых участках, где ливневая канализация оборудована, после даже самых-самых больших отсадков вода уходит. Это было и вчера. Да, выявились места, в которых были затруднения. И вода уходила немножко больше сроки. После дождичка в четверг стало ясно, где слабые места пермской ливневки. Осталось их ликвидировать, чтобы избежать новых проблем. Ведь по данным Пермского гидрометеоцентра, в ближайшие дни ожидаются новые ливни и грозы. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Большой мусор в малых реках. Жители городских горок обеспокоены судьбой речки Ива. В ее русло периодически сваливают строительные отходы и глинистый грунт. Все это портит живописный уголок и нарушает местную экосистему, считают экологи. Репортаж Екатерины Леоновой. Для Людмилы Хомяковой этот лог не просто место для прогулок. Здесь прошли ее детство и юность. Женщина вспоминает, как раньше народ сообща облагораживал эту землю. Нынешней весной тоже прибирались. Вручную собирались с берегов речки Ива накопившийся мусор. Но живописное место чистым оставалось недолго. Вот этой тропинкой вдоль речки Ива пользуются все местные жители по пути на свои садовые участки. Но теперь прохода здесь нет. Вся прибрежная зона, в том числе и сама речка, завалена землей и строительным мусором. Я один раз иду, смотрю, стоит самосвал, ремонтирует. Спросила, откуда вы эту дрянь возите. С Макаренко. Там расширяют улицу, а землю сюда возят. К нам на речку. Вместе с землей здесь оказались кучи строительного мусора. Экологи говорят, от попадания в прибрежную полосу таких отходов последствия могут быть губительными. Яды и тяжелые металлы попадают в почву и в воду. Есть и другие неблагоприятные изменения. Нарушение, собственно говоря, самой долины реки. Возможно, нарушение русла, гидрологического режима. Что влечет за собой или сушение, или заболачивание. По словам экологов, под угрозой и другие малые реки города. Данилиха и Гашиха-Мулянка. Если водоохранные зоны будут захламлять с такой скоростью и такими объемами, то лет через 10 Пермь может лишиться природных вентиляционных шахт. И это еще не все потери. В этих долинах рек часто регистрируются и виды, занесенные в Красную книгу. Представляете, в миллионном городе виды, занесенные в Красную книгу, как раз вот в этих долинах. Например, там воробийный сыч, истребийная сова. В администрации Мотовилихи нам сообщили, что речка Ива находится под особым контролем. Зона является водоохранной. Но поймать нарушителя за руку очень сложно, говорят благоустроители. Здесь, говорю, необходимо именно оказание содействия от населения по фотофиксации данных транспортных средств с госномерами. Это единственный выход, потому что как-то огородить всю территорию невозможно. Люди сыпят везде. Специалисты сходятся во мнении, нужны более серьезные шаги. Например, создание вблизи малых рек рекреационных зон, которые будут находиться под бдительной охраной. Екатерина Леонова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Бывший начальник ГУФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Соколов объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает издание УРА.РУ. По имеющейся информации, Соколов перестал приходить на допросы в Следственный комитет России. Напомним, он руководил краевым ГУФСИН с июня 2003 года. В сентябре прошлого года СКР и ФСБ России задержали по подозрению в мошенничестве заместителя Соколова Олега Бабенко. После его ареста в Пермь приехала внеплановая проверка из Москвы, которая выявила недостатки в деятельности регионального управления. А Соколов в итоге был отправлен в отставку. Добавим, что в мае этого года пермские следователи задержали еще одного бывшего высокопоставленного сотрудника Прикамского ГУФСИН, который брал взятки в виде недвижимости и автомобиля. Вместо поездки на море, вояж до аэропорта и обратно, группа ребят не смогла улететь в Евпаторию. Почему это произошло и попадут ли дети на долгожданный отдых, расскажет Евгений Гуляев. Дети, печально понурив головы, выходят в сопровождение взрослых из здания аэропорта. Утром они предвкушали полет на отдых в Крым, но в итоге остались дома. Любовь Аджихина рассказывает, ее чадо должно было вылететь в 13.50 по местному времени. Я только собиралась ехать в аэропорт, сажусь в машину, звонок был в 10.04. Мне сообщают, вы уехали в Крым? Я говорю, почему я должна уехать ночью в Крым? А мы вам забыли сообщить. Минсосразвитие Пермского края выдало путевки двум сотням ребят. Они должны были отправиться на полуостров на двух рейсах. Билеты были распределены по двум рейсам. В 4.40 утра и в час 30 дня. Специалист города Перми не проинформировал точно о рейсах. Рейс, который для них был, он улетел без них. Они пришли к другому рейсу, на котором у них не было билета. У них билет был на утро. Сейчас им куплены билеты на ближайший рейс в Симферополь. Всего в Перми осталось 17 человек. Часть родителей не стала дожидаться, когда закончится неразбериха и проблему решат. Они отправили детей, заплатив за билеты из своего кармана. Остальные 13 ребят должны вылететь на юг утром 5 июня. Их будут сопровождать до самого места отдыха. В данный момент всем им заменены билеты. За счет, за наш счет будем говорить, за счет Министерства социального развития эта операция выполнена. Конечно, есть лицо виновное. Оно на данный момент установлено. Проводится дополнительная проверка. И будет наказан специалист, допустивший эту ошибку. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Следственный комитет начал проверку по факту гибели в Перми 15-летней девушки. Ее тело было обнаружено накануне вечером в Мотовилихе под окнами одной из многоэтажек. По предварительным данным ученица 8 класса совершила самоубийство предположительно из-за личных взаимоотношений. Между тем, знакомые школьницы сомневаются в том, что это было самоубийство. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы гибели девушки. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Это второй случай суицида за последние несколько дней. Напомним, 31 мая пожилой мужчина, страдавший неизлечимым заболеванием, покончил с собой, выпрыгнув из окна 24-го этажа одного из домов жилого комплекса «Элита» на улице Беляева. Суицидов могло быть еще больше, если бы не пермяк Владимир Чадов. Он спас пенсионерку, собравшуюся уйти на тот свет. Пожилая женщина попыталась утопиться в каме. Репортаж Евгении Караксиной. Здесь, на берегу камы, неподалеку от речного вокзала, и попыталась вести счеты жизни 74-летняя пермячка. История могла бы закончиться трагически, если бы на помощь не подоспел молодой пермяк. Он-то и вытащил практически бездыханное тело пенсионерки на берег. Пермяк Владимир Чадов приехал вечером на набережную камы с семьей прогуляться. Сидели на берегу, отдыхали, как вдруг заметили тонущего человека. Где-то метров 15, наверное, смотрел, плывет как объект. Все, думали, или бревно, или что-то там еще. Потом пригляделся, смотрю, как бы, что это, ну, силуэт-то человека. Все, как бы, недолго думая, разделся, как бы, что вода даже холодная была, это все равно, ну, поплыл. Вытащили ее, как бы, вообще без признаков жизни. Положили ее на бок. Сначала без движения, потом, ну, постепенно стала вся эта приходить. Вызвали скорую, а пока ждали врачей, самостоятельно оказывали первую помощь. Я в разведке служил, то есть, как бы, нас всему это научили, от этой первой помощи. Она сама, как бы, нам сказала, что она сама это скинулась. Что муж инвалид, сын не знает вообще, что там, как. Она сказала, что она сама. Пенсионерка сейчас находится в реанимации Пермской клинической больницы номер два. Новость о спасении человека распространилась в социальных сетях. Кто-то даже окрестил молодого человека героем нашего времени. Молодец, не растерялся. Побольше бы таких. Ну, в принципе, да, есть гордость за друга, что молодец вообще. Владимир по-прежнему беспокоится о здоровье спасенной пенсионерки. В ближайшее время он намерен навестить ее в больнице. Евгения Караксина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Сдать обязательное тестирование, пройти медицинское освидетельствование, получить необходимую правовую помощь и даже найти работу. Все это гости из ближнего зарубежья теперь могут сделать под одной крышей. В микро-районе Владимирский начал полноценную деятельность Центр социально-культурной адаптации трудовых мигрантов. На презентации побывала Елена Яговцева. Когда полетел в космос Гагарин, что является главным законом нашей страны? Простейшие вопросы из школьной программы могут вызвать у рядового гастарбайтера настоящий ступор. Однако учитель начальных классов из Таджикистана Фуркат Хаджабоев безошибочно сдал тесты по истории, основам законодательства и русскому языку. Русский язык, язык Тургенев, язык Майаковский. Это должен быть знать каждый. Центр тестирования трудовых мигрантов работает с февраля. За это время здесь дали экзамены более пяти тысяч приезжих. Теперь есть возможность экзаменоваться на новейшем электронном оборудовании в режиме онлайн. Идет тест. На каждый вопрос дается по 30 секунд. И результаты сразу обрабатываются. Их результаты сразу же поступают в головной вуз. И срок выдачи сертификата три дня, что очень, конечно, удобно для иностранных граждан, потому что они по времени, конечно, ограничены. С 1 июня начала работу и открытая общественная приемная. Здесь будут организованы онлайн-консультации с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, юристами, психологами, представителями УФМС, Центра занятости, налоговых инспекций. Надо собрать документы во все общественные структуры, государственные структуры. Мы им помогаем. Как правильно это заполнять? Что надо делать? Куда идти? Оказывают психологическую помощь, потому что понятно, что иностранным гражданам тяжело адаптироваться в нашей окружающей среде, в нашем местном населении. Общественная приемная для мигрантов и работодателей будет функционировать бесплатно. В центре также ведется медицинское свидетельствование иностранных граждан. Работают переводчики, страховые агенты и нотариус. В будущем планируется открытие единого окна МФЦ. Елена Иговцева, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей. 2015 секунд поэтического наслаждения. Акция с таким названием прошла в сквере у Театра оперы и балета. Мероприятие было организовано в стиле популярной в прошлом игры 12 записок. Чтобы получить каждую из них, ребятам необходимо было выполнить задание, связанное со стихами. Репортаж Александры Михеевой. Каждому возрасту свои стихи. Для самых маленьких – легкие и веселые строки Барто. Детям от 3 до 5 лет – поучительные рифмованные сказки Маршака и Захадера. Тем, кто собирается в первый класс – юмористические вредные советы Григория Остера. А ребятам начальной школы – стихи классиков Есенина, Тютчева, Бунина. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Библиотека имени Кузьмина проводит поэтический квест. За 2015 секунд, а это почти 34 минуты, ребята сами сочиняют стихи, общаются с пермским поэтом Андреем Зелениным и, конечно, декламируют любимую лирику. Разучивание стихов педагоги считают действенным методом развития детей. Это расширяет кругозор, совершенствует устную речь, помогает формированию общего уровня культуры и тренирует память. В школе мы учим много стихотворений. Мама говорит, как правильно читать с выражением. Они как-то придают больше интереса детству. Стихи всегда любят дети. А если они их читают, значит, они читают книги. Если они читают книги, значит, они растут умными, хорошими детьми. Юные пермяки охотно знакомятся с творчеством российских классиков и наших земляков-современников. Владимира Винниченко, Валентины Телегиной, Льва Кузьмина, Владимира Раткевича. Нередко книги последних становятся настольными. Ведь поэзия дня сегодняшнего гораздо ближе современным детям по лексике, содержанию и сюжетам. Когда ты влюблен, ты читаешь стихи. Когда тебе плохо, ты опять обращаешься к стихам. То стихи – это выражение твоих эмоций, твоих чувств. И когда дети находят свои эмоции, свои чувства в этих стихах, вот тогда они становятся любимыми. Акция прошла в рамках регионального дня чтения. Библиотеки под открытым небом работали сегодня во всех уголках Прикамья. В Краевой столице мероприятие традиционно получит продолжение. В сквере оперного театра читальный зал Кузьминки будет работать по вторникам и четвергам с полудня до трех часов дня. Александра Михеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова